Было ли когда-нибудь у вас в вашей жизни, что вы утром начинаете читать Библию, молиться, и вот небо на земле, в вашей комнате? Класс! У кого такое было? А скажите, пожалуйста, а что было потом, вот на протяжении этого дня? Как он прошел? У вас там все было классно, все было гладко, или у вас там были какие-то трудности, сопротивления? Что было? И если бы мы сейчас об этом разговаривали, у вас тоже было бы очень много разных рассказов. Благодарю Володю за свое свидетельство. Это было хорошее вступление к моей проповеди. А было у вас такое, что вот днем у вас ничего не получается? Ну, за что не возьмись? Вот просто-напросто, ну, время как будто смыл в унитаз. У кого такое было? У тех же самых, да? А что было утро? Вот как вы начинали свой день тогда? И вообще, если по-честному смотреть, то, наверное, вообще в тот день вы забыли помолиться. Но у вас не было время почитать Библию. Да вообще, это был такой день, он как-то начался, не стоя ноги, с самого утра. А сейчас давайте мы подведем итог и посмотрим действительно, что происходит в духовном мире. Дух Святой знает, что будет сегодня, вот до конца этого дня, или нет? Дима нам сегодня объяснил. Я когда вот вспоминаю начало 20-го года, честно говоря, мне иногда за наших больших проповедников, за наших братьев все стыдно. И я прячу глаза и молчу. Начинался 20-й год, и говорят, вот у нас твони-твони, у нас ведния вообще, Бог открывает, мы будем видеть, знать все, что будет вообще, лучше всего когда-нибудь в жизни было. И, you know, you hear those large proclamations, this is 2020, the Lord has given us a vision for this year, we're going to see things happen and plans and this and that. И когда этот год до половины еще не дошел, то все вот эти вот суперзрачия ослепли моментально, дедоводие стало. Когда мы начинаем утро, мы вообще вот, ну, как-то, все зависит от того, как спалось и что снилось. И, конечно, у нас, когда хорошее настроение, то мы видим весь наш день, он вообще будет как по маслу. если у нас там не совсем там со здоровьем, все хорошо, надо чем побольше мейк-ап намазать, чтобы было красиво улыбалось. И уже, вообще, вот вы предчувствуете ваш день, что он вообще разваливает. И вот как раз вот в этой ситуации мы как-то понимаем, что без Бога я не смогу. И вы начинаете молиться. Или вы, скажем, вы понимаете, вам сегодня завтрак не идет. Вообще было бы непротиво быть в посте, но уже вы предчувствуете, что голова начинает болеть. Ну, нет, давай я почитаю Библию. Ну, давай помолюсь. Суждает чуть-чуть. Я вообще-то спешу. Не, ну, я лучше помолюсь. И вы начали молиться. И как будто в небо пришло в ваш дом. И вот просто в вас молитва нальется. И вот и Дух Святой вас наполнил. И вы на их языках, вы просто парите, как птица. И потом у вас начинается день. И он действительно прошел очень благословенно, очень хорошо. Потому что Дух Святой наполнил вас и дал вам силы быть бодствующими. Иногда, когда вот все-таки мы не совсем, ну, так, готовы к серьезным боям, то Бог настолько защитил, что день нас просто пронес, перенес на руках. И когда это происходит, Дух Святой нас наполняет, припоясывает, дает нам больше силы для того, чтобы в будущем дне нам быть готовым к каким-то серьезным духовным боям. Вы наполнены Духом Святым, вы просто парите, вы такие радостные, выходите с вашей комнаты. И вот буквально кто-нибудь, какой-то номер с вашей семьи, он сразу там говорит, опять вчера посуду не помыла. И у вас такое желание сорваться сейчас, поставить всех на место. Ну, как-то вы, ну, только так сейчас молился, молилась, но не буду сорваться. Слава Богу, пронесло. Кто-нибудь бывал в такой ситуации? Вы понимаете, что я говорю? Вы выходите на улицу. Смотрите на вашей новой машине царапину. Вы не знаете, что вам делать? Звонить в полицию, венчурниц, взорваться, расстроиться. Вы не знаете, как сейчас себя бести. И если вы бодрствуете, что-то и это пройдет. Но если вы хоть чуть-чуть расслабляетесь, у вас уже испорченный день. вы едете утром на работу, вы как будто по спид-лимиту. но вас кто-нибудь взял, подрезал. И он вас так охота его обогнать, подрезать. и вы уже видели чьи-то пальцы. И если бы вы это были на Украине, я вам лучше объяснил бы. Один пастор навел пример, недавно я его слушал. Навел такой пример. Говорит, как вы реагируете, когда вас обгоняют и вам подрезают. Если ты едешь на какой-нибудь Ладе или там в каком-то немецком Опеле, и тебя обогнал Lexus 470. Почему-то вы не злитесь, вы не расстраиваетесь. Вы говорите, езжай, езжай, езжай. Вы понимаете, кто едет на этой машине. Но если вас обогнал какой-нибудь Запорожец, и у вас моментально весь внутренний мир проснулся, ты казак, куда погнал? Перед мной. О, you, you know, white kassak. Where are you, you know, where do you think you're going? Ну, это, скажем так, типа шутя. Хорошо, если, например, вас остановил полицейский незаслуженно, и вас начинает на вас нажать. Как вы на него разозлились? Что вы ему сказали? Ну, а если на вас муж или жена там что-нибудь сказал, или ребенок, ваш сын или дочь вам что-то сказал? Почему мы на полицейского не можем вот таким тоном заговорить, как мы на своего сына или дочь? Потому что мы понимаем, если мы сейчас откроем рот для полицейского, мы будем в наручниках. Ну, если мы откроем сейчас рот на своего сына, дочь, или там жену, или мужа, то может нам лучше самим себе вовремя надеть наручники духовные? Или прикусить свой язык? Для того, чтобы победить. И давайте сейчас вот к тому, что мы сейчас слушали свидетельства, и вот с чего я начинал, просто еще раз подведем итог. Что давало нам силы побеждать? Наполнение Духом Святым. Почему мы проигрываем в жизни? Потому что мы не наполняемся Духом Святым. Если мы физически не принимаем пищу, не отдыхаем, не приводим себя в порядок, мы не можем долго. Если мы духовно не имеем общения с Богом, не питаем свой дух, мы не можем нормально духовно жить. Мы никогда не сможем побеждать. We cannot overcome если вы были с нами в прошлом воскресенье, я говорил о благодати. If you were with us last week and we spoke about grace, о наполнении сосуда, about the infilling of the vessel, чем мы наполняемся What do we fill ourselves with? Мы думаем, что мы настолько умны, что мы без наполнения Духом Святым сегодня своей верой или своими знаниями сможем что-то сделать. We think we're so smart, we're so wise, that without faith, we can just do it on our own. Самый первый шаг нашей веры это наполнение Духом Святым. The first step of our faith is being filled with the Holy Spirit. Мы недавно читали своем послании к Галатам. We recently read the book of Galatians together. В послании к Галатам два раза нам Библия говорит, что мы наполняемся Духом Святым только через веру, только через веру. Two times in Galatians it's spoken that we are being filled with the Holy Spirit only through faith. И сейчас мы с вами читаем послание к Ефесянам и мы только видим что началось словом благодать. Потом все слово, все послание благодать и в конце благодать. И позвольте повторить сейчас тот же самый тринадцатый стих первого послания Петра, первая глава. And let's repeat one more time the first Peter chapter one, verse one. I apologize. It's first Peter 1, 13. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Repentance is God's gift. In the book of Titus Paul wrote that there's two different kinds of grace. There's saving grace and there's instructing grace. And in his books Paul writes that you are saved by grace. It is not from you. It's God's gift. So that no man may boast. I have an amazing gift. Друзья, это я так вообще уже возрос набрал такого навыка в моем даре. Friends, I have been so, you know, I'm so educated and I have so much experience in my gift. Я так красиво проповедую. I am such an amazing preacher. Никого такого проповедника нет. There's no other preacher like me. Это только до тех пор, пока Бог не заговорил. It's only to the point until when God speaks. Потому что если Бог не дал какой-нибудь дар, то вот точно так Он может его изобрать. Then in the same way He can take и если, скажем, я сегодня здесь перед вами стою и только себя дую такую большую мыльную бульку and if I'm standing here in front of you and just boasting in myself, то только до тех пор, пока этот пузырь не лопнет и все. It's to the point when my boast just begins, just explodes. Это как в русской сказке что лягушка дулась-дулась и потом лопла. It's like that parable where the toad was inflating and inflating and then just popped. Если Бог дал мне свою благодать if God gave me His grace и я сегодня через Его благодать здесь стою на этом месте and I am here in this place by His grace то мое дело просто передать вам эту благодать then it's my instruction, my purpose is to just give that grace over to you если я даже какой-нибудь там свой талант или свои способности начну добавлять к Его благодати and if I begin to add some sort of talent some sort of things of myself to His grace то это только для того чтобы мне просто-напросто меня не стало чтобы я просто пропал. Then it's just for the reasons that I will be will not be there so that He can shine through me. Вот почему многие большие проповедники там певцы, группы они хорошо начинают а потом резко падают и исчезают. That's one reason why a lot of large, you know popular preachers popular groups they start well but then they eagle or it just takes over. Мы говорим, что ну, разное бывает пришло время когда звезды падают. You know, we say that there's moments when the stars fall или это время называется звездопад like a shooting star that which I have it's God's grace. Помните апостола Павла доводить до того что он вынужден был хвалиться то, что он сделал. Remember Paul says that he is he has to boast in what he has done. Говорит, если вы меня сравните с другими апостолами то я больше всех вас потрудился. He says, look if you try to compare me to other apostles I've done more excuse me that's not the right way to say it. Не то что неправильно выразился я говорю точно ошибся. He says, yeah look, I clearly am mistaken. Не я а благодать его во мне. It's not I but his grace in me. Я не способен на это. Но он во мне он все может. But he in me is able to do all things. А вот сейчас мы все можем только в укрепляющем нас в Иисусе Христе. Хорошо, давайте мы оставим Петра и помните мы недавно с вами были в Тимофея второе послание Тимофея вторая глава первый стих. And so remember we were recently in 2 Timothy chapter 2 verse 1 2 Timothy chapter 2 1 Итак укрепляйся сын мой в благодати Христом Иисусом You then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus Можете повернуться к соседу и сказать укрепляйся в благодати Turn to your neighbor and say be strengthened in grace Давайте поломаем порядок Ну повернитесь пожалуйста проснитесь Turn to your neighbor Ну вот так вот повернитесь громко укрепляйся благодати А сейчас давайте посмотрим евреям 13.9 And now let's look at Hebrews 13.9 And now let's look at Hebrews 13.9 And now let's look at Hebrews 13.9 Hebrews 13.9 учениями различными и чуждыми не увлекайся Do not be carried away by all kinds of strange teachings Ибо хорошо благодатью укреплять сердца It is good for our hearts to be strengthened by grace Not by eating ceremonial foods which is of no benefit to those who do so Let's not talk about this after lunch What does the Bible instruct us to support our heart with Там Павел конкретно говорит Павел делай эксерсайзь благодати Paul says very deliberately do your spiritual exercise Иди в духовный джим и там вот качайся and there work out И вы знаете что если ты получил благодать ее надо обязательно передать Почему во многих христиан сегодня много проблем Вообще два ответа Первый это то что они получил благодать ее никому не передали Это то же самое что надо было израильскому народу насобирать манну в пустыне знать Соседи на запах сразу почувствуют о в этой палатке они не использовали той манны которую сегодня собрали утром Давайте я скажу почему Потому что Бог дает свою благодать обязательно на пользу Он не дает Божьей благодати для того чтобы просто похвастались или удовлетворили свое духовное самолюбие Бог дает тебе благодать свою для того чтобы ты ее принял и шел и что-то делал Если мы не служим Богу тем даром который нам дал по Божьей благодати обязательно у нас будут проблемы Проблемы Вы попробовали это? уже пережили То лучше получить благодать и сразу куда-то ее принять Один маленький пример из жизни одного из проповедников Он положил в своем сердце каждый день обязательно найти хотя бы одного человека и засвидетельствовать об Иисусе Христе И как-то он вообще один день настолько задержался у себя в офисе своими учениями занятиями что уже люди уже почти нормальные все легли спать а он еще никому сегодня не благовествовал И он вечером сорвался но уже даже те которые Вакин на ночь делает уже тоже в домах сидят и никому нет кому же заблаговествовать И идет по парку видит один пьяный спит на скамейке ну как же ему благовествовать пьяный спит пытался его будить он мертвый нашел у себя бумажку написал номер телефона и говорит проснешься позвони положил ему в карман и ушел ну благовествовал или не благовествовал ну кто его знает пьяный проснется выбросит бумажку не благовествовал а вдруг подзвонит короче не успел проснуться звонит телефон говорит вы оставили свою визитку у меня вчера вечером могу я с вами поговорить они немножко поговорили и очень в скором времени встретились этот алкоголик скоро покаялся и стал служителем понимаешь если ты получил от Бога благодать и действительно серьезно к этому относится обязательно принесешь плод пользу или скажем почему другая проблема когда люди принимают Божью благодать и действуют работают этой благодатью у них тоже будет очень много проблем апостол Павел говорит для меня широко открыта дверь благовестия но много противников но Павел объясни нам для тебя нет никакого сопротивления у тебя все открыто и ты делаешь что хочешь или у тебя много противников что ты не пытаешься сделать и у тебя обязательно будут проблемы Павел говорит что в этом мире продвигаться вообще-то нелегко когда ты проповедуешь тысячам окаяться единицы это считается что ты неудачник сегодня есть мега церкви там много народа там большие деньги крутятся а что там в этом какие-то и Павел попадает в Афины он пришел в Афины не потому что там много людей может большую толпу собрать он просто ждет своих братьев и поэтому мучается в этом городе его дух там был скопан он не был свободен он ходит и написано что он возмутился духом деяние 17 глава и естественно что он наполнен Божью благодать и он не может молчать он там обязательно кому-то свидетельствует по городу и здесь ни с того ни с сего уже мудрецы собрались эм герой ты что-то такое странное там влагаешь в уши но Написано, что они его взяли и привели в амфитеатр. Это знаете, как взяли и привели? Это не то, что не могли бы вы с нами пройти, пожалуйста. Это просто пришли, взяли, знаете, добровольно под ножем, как вот пробка с под шампанского. И вот они его привели в амфитеатр. И, ну, расскажи нам, что ты там сейчас на улице объяснял. Вы можете прочитать в 17 главе, что там их беседу. И они его просто-напросто выгнали, пошел. И за Павлом вышел один мужчина, какая-то женщина и каких-то еще несколько человек там присутствующих. Павел, ты не удачник. Тебе повезло, что тебе сейчас голову не сняли. Или язык не обрезали. Потому что эти язычники что хочешь могут сделать. И Павел с таким унылым духом ушел с Афин. Очень скоро пришли его братья, и он свободный. Но история говорит, что в Афинах через этого одного мужчину Бог открыл такую церковь, что когда вообще вот в Греции и вообще в той местности уже в четвертом веке церквей почти не существовало, то церковь в Афинах еще в пятом веке была сильная и мощная. Это представьте себе, он ложит семья в одного человека. И через одного человека каются толпы. Что делаем мы, когда мы получаем от Бога Божью благодать? Да, Господь меня так любит, Он всегда со мной. А ты кто такой? Ты вообще неправильно выглядишь. Ты вообще неправильная прическа. Ты неправильно молишься. Ничего с тебя не будет. А вот я святой. Это первая беда, что вообще разрушает духовного человека. Потому что духовная гордость, она хуже любого грехоподения. Потому что когда человек упал в грех, его совесть мучает, и он ищет выхода из греха. А вот духовные святоши, это они вообще, ну, они думают, что они уже почти на небесах. и поэтому вот даже Бог с такими людьми не хочет иметь дело. Давайте вернемся к тексту, что мы с вами прочитали. Девятый си, первая часть, говорит, что о том, что разные учения, которые будут отводить людей от благодати. евреям, хибру, 9, хибрус 13, 9, учениями различными, не увлекайся. Потому что люди, которые не переживают Божьей благодатью, а изучая букву, у них большие головы. Длинные языки, короткие руки и маленькие ножки. А человек, который наполняется Божьей благодатью, это просто-напросто его не видно, его незаметно. Но духовный мир его чувствует. К нам иногда приезжает такой тракист, его называют трактористом. Его мама, Бог ей дает откровение, просто обыкновенная женщина дает откровение, езжай на Урал в эту церковь, и там я произведу одно дело через тебя. Она приехала в эту церковь, а в этой церкви не учат действовать Божьей благодати. во время собрания какая-то женщина срывается и начинает то мявкать, то гавкать, то кукурика как петух. и все ее там просят пожалуйста тихо, тихо, выведите ее, чтобы она не мешала собранию, не срывала. А эта женщина не выдержала, да помолитесь за нее, и пусть нечистый дух выйдет, и она будет здорова, все будет нормально. И ее братья говорят, ну можешь молись, мы молимся, ничего не помогает. Она подошла к нее, ее обняла, во имя Иисус Христа нечистый дух, вон выйди с нее. Он вышел с шумом, правда? были еще там какие-то беспорядки, но вся церковь увидела действия Божьей благодати. И после этого она, ну скажем, у нее уже есть там права голоса, уже ее уважают, к ней прислушиваются. Братья говорят, нет, мы этого не учим, давай уходи с церкви, она никому ничего не говорит, и ушла. Но пол церкви за ней в двери, и где будем собрание проводить? Да, благодать разделила церковь. Те, которые не хотят покоряться, действуют благодатью. не останутся, они будут оставаться с ничего. Библия нам говорит, чтобы мы укрепляли себя Божьей благодатью. И мы с вами посмотрели, что первая причина, почему благодать не действует, что мы неправильно ее принимая пользуемся. Иаков в 4 главе по своему посланию сказал четко и ясно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не важно какое учение. Не важно кто что сейчас приходит и объясняет у нас было так, а у вас было так. Все прекрасно могут объяснять, рассказывать. Покажи. Сделай. Делай. И стеси с тобой, Господь. Да, пожалуйста. Нет никаких проблем. Много нам могут объяснять за любовь. Но если с вами не хотят даже кусочком хлеба поделиться, зачем эти громкие слова? Да возьми, угостить человека во имя Иисуса Христа. Все, вся любовь ясна. Второе, скажем, какие проблемы, почему сегодня благодать, действуй больше, меньше, по-разному. Обыкновенная такая мелочь, зависть. Да я вообще независимый человек. Ну, все-таки у тебя лучшая машина, как у меня. Не, ну я не завидую. Не, ну, честно, друзья, вот у меня нету никакой завиды. Но все-таки он лучше скажет проповедь, как я. Да, он хорошо поет вообще, я-то тоже как будто певец, но я так не могу. Да, Господь, ты ему больше даров, таланта, вот мне меньше. Друзья, а вообще, почему мы кого-то должны с кем-то, себя с кем-то сравнивать? Извините, если у меня мой размер, зачем мне сказать больше или меньше? Это мой размер. Извините, зависть, это, ну, это не от Господа. Я не говорю, что это одержимость. Извините, нет, нет, нет. Но это уже где-то здесь, ну, вот, дьявол прошел, и душок его остался. Знаете, он так наследил. И обыкновенная какая-то мелкая зависть, она может лишить нас Божьей благодать. И у нас нет времени сейчас говорить о 12 главе евреям. Мы не имеем времени говорить о 12 главе евреям. Но давайте просто 12 глава 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы никакой горький корень возник, но не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. И Сав за одну снедь отказался от своего первородства. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau who for a single meal sold his inheritance. Он желая наполняться благословением был отвержен. Буквально евреям 12-17 сейчас. Буквально что хотел Esau кушать? Это же нормально. Но если ты мужик, ты можешь подождать хоть 15 минут? Не могу, умираю. И вот за какие-то 15-20 минут потерял свое первородство. А сейчас смотрите, буквально какие-то наши мелочи. Лишает нас всего будущего. Из-за чего? Из-за того, что живот умнее головы. Ладно, давайте не будем много. 28 стих. Итак, мы приемляем царство непоколебимое будем хранить благодать. 28 стих. Therefore, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Хорошо. Там укрепляться благодатью, а здесь как хранить? Как хранить? So, there we have to be strengthened. Here we have to secure or hold. замотать в платочек. И быть как кто-то третий слуга, который пришел и говорит, я ничего не потерял, я тебе вот то твое натерну. А потом получить в ответ ты лукавый и ленивый. Или ленивые и лукавые. Вообще, это вот в наше время это так вообще известно, так сейчас приветствуется такое поведение. Я хочу, чтобы наша церковь росла. Но я не хочу насобирать здесь толпу народа, которые будут приходить и уходить. я ищу людей, кто хочет что-то делать. Я ищу тех, которые хотят что-то слышать, принимать, получать и сразу идти употреблять, вкладывать. это называется хранение благодатью. Пускай хлеб по водам, и он возвратится с прибылью. и есть ли сегодня церковь. И есть ли сегодня церковь. Народ, который называется именем местного отца. The people who call themselves by the name of the Lord. И они хотят Божьей благодатью. And they want grace. Они должны укрепляться этой Божьей благодатью. And they ought to be built up and strengthened by that grace. Pastor, what do you want from me? I am a Christian. Я в церковь хожу. Я иногда чек могу выписать. Sometimes I pay my tithes. Давай начнем с конца. Let's start from the end. Бог не бедный и никому твоего чека не надо. Look, God's not poor and he doesn't need your money. Кому ты сделал большое удолжение в церковь пришел? And, you know, you did this large, you know, You came to church. Кому от этого стало легче или лучше? Who, you know, who was blessed by this? Ты пришел в церковь, получил Божью благодать и пошел, начал работать, действовать, трудиться для Господа? You came to church, you received the grace and you went and you began to act? Или ты пришел для того, чтобы заниматься самообманом и у себя блажать? Я в церковь ходил. Or did you show up and you just, you know, for yourself soothing that, yeah, I came to church today. Поэтому, друзья, дорогие, Бог своей благодати просто так никому не раздает. And, friends, God doesn't just throw His grace around you. He knows that this vessel that today came to the gathering of the saints, the one who came under the flow of my grace, and wants to be filled with my grace, and I'll pour into that vessel, because I know what He will do with that grace. I know that He won't cap it, He won't lock it in. He won't translate that into some sort of ritual, but after receiving the grace, He will be beneficial to somebody with that grace. But this vessel I will not fill because last week because last week I filled it, but He went out and it's as though He didn't even receive anything. Or it's a broken vessel that you pour into it and it just leaks out. And so, dear friends, our God came to this earth left the glory of heaven to save us, to lift us up, to make us saviors to other people. And so today He wants us to be like Paul, not finding a warm spot and just waiting for death. And find a person, that you can give to them what God gave you. this is the keeping of the grace and it is the practice of the grace. And it is the practice of the grace. And it is that grace, that Paul was saying to Timothy, it's teaching grace. Наполняйся этой благодатью чем побольше. Потому что Бог ждет, чтобы мы были всегда в форме. Because God expects us to always be equipped.